Показывай. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Игорь. Приехал я с Красного Солюна. Сделал МРТ. Начало болезни было. С годами у меня все больше и больше боли. Сейчас вообще очень тяжело. Болит у меня поясница. Ходить тяжело. Сидеть стоять долго не могу. Начало болеть здесь. В пах отдает. Да. Поэтому так все терпимо. Но все равно и руки тянет, и шею тянет, и голову поднимаю, кружится голова. А как голова крутится? Ну тянет вот эти все места. У нас очень тут много всего запущенного. Да, я так посмотрю. Да, да. Снимайте одежду, ложите на лавочку, пожалуйста. Пожалуйста. Пишечка. Показывай, как человек лечил. Показывай. И не работал и назначали мне уколы. Так, погодите маму. Как наглоняться, вольно или нет? Ну, как бы до пола я никогда не доставал. Никогда уже. Вот это все тянет, болят мышцы. Все ясно, ложитесь. А что вы кресик снимаете? Ваша защита ваша. Вдруг я промахнулся. Так, делаем осмотр. Вадим, помним, быстро делаем, не зависаем. Быстро сканируем. Моментально. Это броня назовет. Да, броня по-русски. Расслабить. Расслабить. Ртом вдох-выдох. Еще. Как мы эти полонки выставим, сразу будет все иначе. Они просто туда-сюда поразбегались и все. Правильно? Да. Так, ртом глубокий вдох-выдох. Выдох. Глубокий вдох-выдох. Ртом вдох-выдох и протянуть. Дальше. Еще. Легче выдох-выдох. Легче. Отпустите дыхание. Еще. Хорошо. Головой можно крутить, когда хочется. Вправо-влево. Только неровно. Вправо-выдох. еще расслабить пусть болит пока вдох выдох все потерпим перерыв до правая я помню ой бьет расслабиться него руки под лобик ложите под голову нормально хватает 30 процентов за дочку малышу когда посмотрим может опоздать не знаю терпеть пальцы будет выше поднят все надо вот потому что неудобно да а с этой стороны ну а как раз хайся обходить туда-сюда это только этим заниматься не все нормально у вас шикарно это у вас душа напряжена боли иголочки сходить так вадим сейчас ты глянь потом алексей по очереди будем хочу выше не пошел дошел хорошо так вадим что ты скажешь что свое видение расскажу здесь нужно доделать если получится я его вижу не могу я убрать она внутри вот она и так хорошо я будет нибудь чувствовать более надобного приятного в компрессии основном компрессии практически все убрать бы ротация практически вся возможность компрессии вот тут вы получше так а ну-ка вставать и полностью на пол да на пол запомни нам нельзя перегрузить человека вот вы помните об этом постоянно уже сильные эти удары вы помните репина на нашу пациенты 15 не подходили за другой метод берет идите ко мне лицом ноги шире до полотенитесь мощно быстро ну ну не отвлекайтесь давайте не ждать ничего вот пошло класс хорошо руки вот так с головой резко крутонитесь хорошо и другую 10 раз приседаний не торопясь и слушайте колени и крестец их самочувствие так кроме этого места что с правой стороны где еще болит посмотрите помните река наклоняетесь вы из по существу самые важные моменты так давайте не отвлекаться вот правая нога болит кроме нее что еще болит что то есть еще посмотрите покрутитесь повертить у меня слышите правая нога и вас услышал забудьте про меня сейчас не отвлекайтесь от других моментов все другие моменты смотрите стреляйте вы тут с этой стороны она пустите руку не крутитесь проверяйте дальше нога еще болит болеть так кроме ноги все нормально поняли почему мышца столько внутри все перегружены вы себя так не запускайте больше вы чё ж делаете я работал стали плавилки у меня пусть работающую жизнь сводила вот эти группы я ехал домой с работу я не могу пенсию трудиться дома как я подружусь вечером у меня время судороги сводили здесь врачи говорили пейте аспархан не отвлекайтесь эта история не другие может так до утра разговаривать судороги сводили я говорю зачем это запустили сильно ну как бы пойдешь больницу выпишут обезболивающие а ну-ка приподнимайтесь под животе надо положить нам эта штука ложитесь руки скидывайте один раз осталось приподнимайтесь это алексей ситуация очень запущена человеком очень сильно и позвонки всякие крученые верченые чуть-чуть этот голова хюч и с седьмого года я проходил плохо мне два года регулярно и людей лечит ну что там вижу выше психику кто меня это не слышишь ни один рассказал человек на кубани где-то на них был гипнозом владеет я не знаю владеет там кто не может бросить пицца что она еще умеет делать я у нее возил к ней по злобик руки рассказывайте а помогла нет но его парализовала запьюте может парализовать или еще нам это данные вы знаете адрес я приеду а как я я адреса не знаю этого визуального за или за дорогу это называет они сам вы любого стручите вот задание будет у вас на вашем до следующей записи узнать адрес это красно-сулин или ласовка красно-сулин и ласовка получается она сергеевна запиши там данные пока мы на слуху у нас красно-сулин ласовка да и на им и мне дай никому не давай листик там чек рассказывал на очень хорошо да но может и крыша поехать но да-да-да ты будешь принимать мы поедем на розетку понятно все у нас это дня 3-4 будет ходишь и нас перезапусти чтобы они не родили время бухарики если хотят бросить то не так бросать они пытаются можно быть сильнее я прошел я работал нас интересует не да я понимаю воля зависимость а перезапуск системы ну насколько это я не знаю так на бок ко мне лицом ложитесь пожалуйста это в колени вдох выдох не напрягать расслабить думать про красный сулин на другой бок здесь мы сразу не решим вопрос нам нельзя любой ценой решать пойми легче выдох свободнее без напряжения еще на спинку так думал что после волоку вообще пустить после волок и вот конечно берут туда великий спорно ты прям вулочке тогда такая ему хорошо сколько лет спазм и потом их сразу не отпустит нас лично только уже поменяла всего вот это там тоже мы дали хоть мы позвонки разъединили так сейчас дерна не бояться расслабить чуть выше поднимитесь вы не думаете ни о чем думаете того про красный сулин и все тоже нам нужно думать про поездку кто кто этой волшебнице ни о чем сейчас еще повредаем заставить немножко герой чуть-чуть протягиваю вот это болит там лапка правая лавроли все 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 так ноги вместе сжимайте еще достаточно хватит на края присаживайтесь направо боком вставайте голова не кружится за руку за голову крутите шейки по большому кругу как она себя чувствует хорошо легко свободно на поворот и трещит это ерунда вот так тянет не так как ты молни голова надо нормально придет нормально можно сделать заслабоваться до зрения покроет да вы знаете все вставайте на проверку вверх лицом ко мне шире лапки тянетесь до пола так на одной лапке черненькой до другой так а ну-ка тебе по проверяйте походите покрутитесь поприседать можете как вы до этого приседали сейчас не болит ну я считаю что вольта вернется мы сейчас просто пошли уже на эти крайне если небольшие там слишком у него понимаешь надо ходить еще не один раз а когда мы сейчас выезжаем да приедете потом через 15 дней через месяц я на пенсии а вы работаете все пенсия шикарное время как себя легко и свободно чувствуем хорошо легче тебе да я прям аж но смотрите если бы сейчас эта боль не прошла я думала не пройдет это было бы нормально потому что столько вот скопилось всего мышца привыкла к этому положили сейчас она должна развернуться чуть-чуть но надо не напрягать ей да два дня присаживайтесь у вас самогонка есть дома? я не бухаю ладно а что нам без самогонки как мы теперь делаем душицу пейте душица, ванна, соль а нет все делалось в фифурной иголке да? на иголке завтра только с ванной солью это кило расскажите как это мед солью ложка медовая ложка соль перемешать на капустный лист и сюда а вам это не надо не надо но у вас же нет этих воспалений это у кого я знаю что вот эти мышцы сильно были болели вы лучше ванну ходить долго не ходить завтра ванну соль да тут как бы проблемы есть можно завтра да погодите это проблемы есть у вас еще их хватает потому что оно копилось много времени мы позвонки то поразвигали вот много заслуженных много спазмерных еще мышц которые есть вот но мы что могли сделали ванну соль и завтра примите хорошо килограмм соли килограмм соли да ванна не горят нет 37 38 с половиной дай бог здоровья можно одеваться как они приятели а ванна играет ванна но ванна ванна ли м